Конфисковать лодки у порушальников пропонует инспекция по маломерных судах совместно за МНС в Беларуси. Проект документа, накерованный на мотивацию лодальников катора и лодок, выполнить правила эксплуатации. В Беларуси властных суднах омоль 300 тысяч, при каких обстоятельствах их могут конфисковать, расскажет Юрий Шаучук. Отдать швартовый и отправиться в дорогу. Так начинается каждый працованный день инспекторов по маломерных суднах Антона Остапинки и Виктора Потапинки. Напарники працуют на Заславском водосховище. Их мета – зловить порушальников, які не виконують правила корыстання лодками и каторами. Мы сейчас пройдем, посмотрим, если кто-то есть, собираются спуститься, мы проведем с ним беседу, объясним, что это запрещено, и объясним, где лучше спускаться. Шукать порушальников долго не пришлось. Литерально про спару хвилин на горизонте з'явилась лодка с пассажирами без камызелек. Але кожных, кто спускается на воду, обовязаны, а пранать гэты – воротовальный атрибут. Вот это акватория пляжа, сюда заходить запрещено. Там тоже пляж. Нельга отказывают инспекторы и накеровываются до берега. Как проверить документы порушальника? До речи усе необходные паперы, які дозволяють керовать судном, у ладары повинны медь при себе. Але єсть інші апотрабовання, які обовязаны ведать кожный капитан, навод самого маленького корабля. Але у будучи недозволістних порушальників можуть бути використані і більш кардинальні мери. Наприклад, конфіскація катера – сумесная праця по распрацовці документы, які наделіць інспектору таким правом проходять у супрацовніцтві з МНС. У нас в Україні амаль 300 тисяч малогабаритних суднов. І для того, як трагедії гэты транспорт абыходзіли бокам, так і пільны контроль – мера необходна. Юрий Шаучук, Дяніс Гатіла, агентства «Теліновін».